Друзья, всем привет! У нас вот такое вот сегодня прям доброе утро. Мы сегодня спим в лесу, в таком месте классном, на ровной площадке. Далеко от дорог, от всех эта дорога, но по ней никто не ездит. И сегодня с утра здесь проходит какая-то велогонка или еще какое-то соревнование, марафон какой-то. Вот здесь туалеты есть, биотуалеты. Они вот для мальчиков, для мальчиков и для мальчиков. Здесь течет ручей, все чисто, идеально. Тек вернее. Ночью тек ручей. Вот туалеты чистейшие. Скамеечки здесь. Ну вот здесь по-прежнему есть вода течет. Питьевая вода, талая, чистейшая. Вот это люди. Видимо, они сандоры сюда поднимаются. Тут надо приложить усилия, чтобы сюда подняться на самом деле. Потому что достаточно высоко. И вот они здесь привезли генераторы, поставили музыку, поставили подбадривают. И люди едут на велосипедах. Это, конечно, у них здесь расцвета. Вот эта целая машина приехала вот такая, чтобы это все привезти. Все палатки, все растяжки разгрузить. Кока-колу. Вот такая большая площадка. И здесь куча туалетов. Вот еще биотуалеты. Там мусорки. Там можно раздельный мусор. Прям привезли на прицепе. Вот это раздельный мусор. Они вот так собирают целую кучу повсюду мусорки. Здесь мусорки везде. Частота, конечно, будет идеальная. Вот здесь это место находится. Высота 1300 метров. Вот здесь мы где-то. Андорра-Вилла там. И под охраной ЮНЕСКО находится целая куча трекинговых маршрутов. Туда уходят маршруты трекинговые. Туда уходят все с тропиночками. Пронумеровано. Под видеонаблюдением. Частота. Вот посмотрите. Вот туда уходят 6 маршрутов. И туда уходят 3 маршрута. И там Мирадор. Здесь тоже беседки. Здесь даже, по-моему, гриль есть. Или это вода? Вода. Родниковая вода чистейшая. Вот там, в долине Андорра. Я сейчас поднимусь чуть повыше. Там смотровая площадка должна быть. Вот так идет стройка. Прямо на склоне горы. Вот на таком склоне. Они это все ведут стройку. Ну, не могу сказать, что прям супер-мега аккуратно это все проходит у них. Ну, строят. Строят. Вроде стоит, не падает. И вот это либо квартиры, либо таунхаусы. Вот прям с видом вот так вот на гору. А с той стороны ничего не строят, потому что там осыпается. А вот эта часть уже Андорры видно здесь. В Европе они обычно у них более как-то все культурно. Ну, здесь, в принципе, тоже. Ну, в общем, вот так вот идет стройка. На стадии возведения стен. Монолитные стены, железобетонные, в принципе, должно быть прочно. Единственное, вот я не знаю, они там уже засыпают, как они будут гидроизоляцию делать. Потому что здесь холодно бывает, здесь и снег бывает, здесь на лыжах катаются зимой. И здесь тоже рядом, чуть-чуть выше, целая куча автодомов приехала. И многие люди, по всей видимости, тоже спят в машинах. Воздух просто чистейший. Ветерочек приятный, утренний. И вот целая куча здесь трекинговых маршрутов. Все они пронумерованы. А это вот уже готовые дома здесь на склоне. Около десяти квартир. Да, десять квартир. Ну, камнем облицовано. И черепица такая каменная. То есть, это на крыше камешки такие лежат. Типа таунхаусов современно. Уж такое строительство. Солнечные панели вот некоторые люди используют. У них прям все здесь очень серьезно. Они пригласили фотограф, приехал на мотоцикле. И они вот тут наливают прям. У них тут битстоп там. Эти велосипедисты останавливаются. Им сразу тут колу, воду. Сразу все тут же дают немедленно. И они продолжают подъем. Вот они прям едут и едут. И что удивительно, вот я сейчас задумался, что мы вчера гуляли по городу и ни одного даже не встретили. Там попрошайку или нищего, или еще какого-нибудь. Все люди состоятельные. Красота нас ожидает сегодня. В Андорре. Отель Мэйджик. Нэйдж отель тоже здесь. Мы его встречали в Испании. Похоже на центральную часть вот этого города, Андорре-Давилла. Мы там нашли парковку рядом с супермаркетом Кэрфур. Если покупать на 30 евро, они дают бесплатно. На 2 часа парковку. Собаке жарко. И она решила повелеть отдохнуть. В Андорре все кайфуют. И люди кайфуют, и собаки кайфуют. Все кайфуют. Такие фонтаны прям классные. Вот течет речка, и они тут же взяли еще и фонтаны, и все еще это подсвечивается. Для меня на самом деле загадка, где они берут деньги, если это оффшорная зона, если это такая безналоговая. За счет туризма, наверное. Красивое место. Мне здесь прям определенно нравится. Осталось только узнать, как здесь можно прожить казахстанством. Три месяца. Это, наверное, надо как-то проезжать на границе, и спросить, чтобы они делали выезд с Европы. И, наверное, после этого здесь можно будет жить три месяца, потому что Андорра с Казахстаном подписала безвизовое пребывание на три месяца для туристов. Видите, какой красивый мост. И вот люди живут вот так спокойно. Здесь еще целая торговая улица вот такая гигантская после часов. Вот там часы, а здесь прям дюти-фри зона такая целая гигантская. 200 по 280 тысяч тоже есть квартиры, дома 85 квадратных метров. Вот есть такая достопримечательность. Я сначала думал, это пластик, а это оказывается настоящие кормушки такие с землей. И вот они высадили здесь всякие разные растения. Периодически их поливают, ну, либо дождик поливают. И вот такая стена зеленая. Опять подборка. Ну, здесь и по миллиону евро есть. Вот по 600 тысяч, по 300 тысяч есть. А вот 140 тысяч. Маленькая квартира 45 квадратов. Вот еще 140. А, это одно и то же. Интересно. Алмакинские цены. Так низко вертолеты летают. Прям очень низко. Такое ощущение, что он сейчас на посадку пойдет. Прям здесь же. где-то сядет сейчас. Да, на крышу здания сейчас сядет, короче, и все. Наверное, домой кто-то... А, это госпиталь. Людей привезли в госпиталь на вертолете. Это очень культурный город, и в плане мероприятий всяких разных, постоянно всякие разные мероприятия проводятся. Прям одно заканчивается мероприятие, другое начинается, на выходных прям вообще у них постоянно идет. очень культурная местность. Я думаю, это связано исторически, что здесь был переход с Франции в Испанию и обратно, и поэтому здесь такой путь был, типа желтого пути нашего. Проехали уже Андорра от Девилла, проехали Энкамп, здесь был еще один город тоже в Андорре. вот еще будет Канилла и эти велосипеды все едут и едут вообще без остановки. Вот. Они здесь видимо по вершинам по каким-то ездят. Вверх-вниз, вверх-вниз катаются. Ну и собственно все города вот так вот находятся в ущелье в этом. Где-то на скалах, на склонах бывают еще периодически. Очень много туристов с Европы, со всех городов, с Франции конечно же, потому что здесь Франция совсем рядом. И из Германии тоже. Ну со всех стран Европы приезжают. А еще здесь есть вот интересная такая парковочка за 5 евро и написано плюс автобус и плюс вуникулер. По-моему все это вместе 6 евро стоит. Гранд Валира. Вот мы сейчас может быть даже заедем туда через 2 километра. Потому что эта местность она славится горнолыжными курортами и в общем здесь на лыжах приезжают кататься как в Шамани. В заправке и то на таких обрывах на такой местности вот там справа все обрыв и кусочек только какой-то ровной земли и все сразу они строят здесь дома заправки. кстати топливо здесь примерно наверное на 10 на 8 процентов меньше чем во Франции стоит. Ой вернее в Испании во Франции еще не знаю сколько. И велосипедисты продолжают мы пошли набирать высоту и полностью вот это все защищено от камней от камнепада сетками металлическими тросами всякими разными ограждениями. вот эта местность напоминает очень сильно Шамани там у них тоже вот это все магазины практически заточены на спортивный всякий инвертарь на трекинг на скалолазание на лыжное на вот это на все и здесь тоже у них все с этим связано и прям вот это вот настроение Франции веет прям Франции чувствуется прям что Франция рядом все равно Франция она как бы ну отличается от Испании не знаю как объяснить чуть-чуть она какая-то другая люди какие-то такие другие все равно Франция она более другая сейчас уже мы скоро окажемся кстати во Франции еще есть достопримечательности есть вот такой водопад но сейчас мало воды потому что лето и вот они скалодром вот такой построили высокий из бетона сделали чтобы люди тренировались лазили по скалам со страховкой еще какой-то городок Лолдоса наверное около десяти городов здесь в этой стране в государстве в этом княжестве ну около десяти населенных пунктов я имею ввиду потому что есть такие большие города как вот Андорра Лавилла в котором мы сегодня ночевали и поменьше деревеньки кстати вот в этой Андорра Лавилла там минимальный отель стоил 70 евро две звезды ну такой слабенький а более-менее приличный от 100 евро и зимой я думаю еще еще больше цены еще выше скорее всего это связано с тем что здесь мало земли у них и много туристов велосипедисты здесь до сих пор гоняют уже 1800 метров а вот это вот со справой стороны зелененькая выбритая выстрешенная это горнолыжные как раз-таки трассы склоны и по всей видимости здесь можно прям хорошо покататься вот светофор мне улыбается что я не превышаю скорость и до сих пор вот платные парковки то есть мы уже отъехали проехали уже сейчас тут граница с Францией вот это все горнолыжные курорты и инфраструктура меню в ресторане в среднем стоит 20 евро то есть за 20 евро человек может от начала до конца покушать у них здесь в Европе очень грамотно это сделано вы приходите в любой ресторан в зависимости от того что вы хотите мясо или там рыбу или еще что-то просто платите 20 евро с человека и сидите кайфуете в это входит бутылка вина входит первое второе там салат закуски еще что-то то есть в этом плане у них прям четко все да вообще в Европе все четко сколько едем едем там уже Франция рядом и повсюду горнолыжные склоны фуникулеры прогулочные какие-то трассы очень много отелей еще вот дороги прямо рядом с дорогой очень много отелей по-моему некоторые не работают здесь возле границы с Францией можно 4 километра проехать через туннель либо 11 километров по серпантину я думаю мы поедем по серпантину потому что в туннеле ничего не будет видно и я не знаю сколько там стоит проезд но даже дело не в этом дело в том что я хочу посмотреть ну кстати и в этом тоже дело потому что есть туннели здесь во Франции и в Италии где проезд стоит 40-50 евро там какой-то маленький кусочек проехать через туннель стоит 40 евро поэтому мы по старой трассе не спеша потихонечку по серпантину поедем спокойненько посмотрим виды как раньше все ездили а вот по туннелю вот дорога вот так туда уходит то есть вот этот серпантин а это вот туннель куда-то ушел туда ну видимо сразу туда в гору ушел конечно по хорошему было бы лучше ехать по туннелю и для машины и для времени и для расхода и для всего лучше но здесь очень много мирадоров будет смотровых всяких разных площадок и можно свежим воздухом подышать и вообще все что угодно здесь вершины есть 2700 2700 2800 2800 вот они 2800 это у нас по-моему Чамбулак высота Чамбулака первые станции какие-нибудь базовые что-то ну красиво зимой я думаю здесь вообще будет круто я вот смотрю на горы и понимаю что чего-то не хватает не хватает на самом деле снега то есть здесь не так высоко чтобы вершины были заснежены чтобы лед лежал летом а вот во Франции на Шамани на Монблане там лежит снег и ну это очень круто когда зелень вот так снизу а потом кверху снег поднимается очень круто красиво ну и у нас в Казахстане тоже вершина заснежена а здесь они такие серенькие ну тоже красиво но когда будет лежать снег будет намного круче и повсюду фуникулеры очень много фуникулеров не так как у нас там в одну сторону только идет а у них тут прям во всякие разные стороны и здесь можно в одном месте начать кататься потом в другом месте вас поднимут и вы вот так будете в разные стороны кататься спускаться подниматься спускаться подниматься то есть много фуникулеров и они настроены на то чтобы вы ну просто катались постоянно по разным по разным трассам какие-то лошади такие крупные тяжеловозы или еще кто-то я даже не знаю как они называются причем они понимают что здесь оградка ну и не заходят сюда капец он крупный очень крупный и в общем здесь еще сверху площадка для кемпинга но здесь уже 2400 высота и достаточно прохладно я думаю мы здесь не будем задерживаться провести какое-то время прям можно классно но не долго почти на самом верху большая площадка никаких ограничений нет можно спать в принципе есть рядом заправка я думаю вода есть туалет точно есть но здесь прохладно 2400 метров высота и 16 градусов по цельсию температура вот можно туда еще выше сходить подняться но это все горнолыжные склоны так и вот это вот скорее всего финальная уже заправка перед францией здесь они себе заливают полные баки чтобы там не переплачивать вот здесь 1 и 52 стоит 1 евро 52 цента стоит туда уже все мы идем вниз там скорее всего не будет ничего такого а там облака прямо по курсу между прочим только вот переехали этот перевал начали спускаться и сразу пришло сообщение что мы уже во франции и помимо таких красивых видов здесь сейчас у нас еще интернет заработает в андорре не работает ни европейская симка не работает ни наш роуминг не работает то есть видимо нужно какие-то свои симки андоранские покупать чтобы был интернет но зато большой плюс у них почти по всей территории андорры бесплатный вайфай бесплатный интернет правительство раздает в принципе они могли на государственном уровне договориться заставить компании вот эти делать доступны более роуминг в Испании у нас ей был роуминг в Греции в Италии был роуминг доступный и европейские карты могли бы тоже работать но почему-то не работают не знаю с чем это связано но спасает то что везде вайфай есть прям везде во всех парках вообще просто на улице на всех парковках есть бесплатный вайфай и вы подключаетесь хорошая скорость и вы можете пользоваться сколько угодно еще у них тоже гигантский город ну по меркам Андоры и очень большая площадка там очень много домов автодомов стоит видимо это либо территория супермаркета либо еще какая-то такая территория с белыми полосками где можно приехать скорее всего летом по крайней мере бесплатно припарковаться возможно не бесплатно возможно нужно заплатить здесь что-то прям очень много людей что они шопинг здесь делают или что почти все машины с французскими номерами я честно говоря даже не удивлюсь что это с Франции люди сюда приезжают может быть за продуктами или еще как-то что-то деньги как-то сэкономить машину заправить потому что европейцы они расчетливые в этом плане они могут запросто на выходные сюда приезжать как-то здесь экономить деньги автобусы вот прям коробками тащат да скорее всего здесь действительно цены ниже чем во Франции вот это здание в горах это заправка туда прям люди заезжают вот так вовнутрь и заправляются там и еще очередь стоит потому что ну я думаю мы сейчас конечно это проверим почти все французские номера по-моему там стоит топливо больше так информация по дорогам какая-то на сайте говорят посмотрите люди пешком вот так ходят с рюкзаками а здесь они какую-то стройку затеяли на 2 миллиона евро видимо дорогу будут строить или мост какой-нибудь опять вот он кпп но видимо кпп дальше границы а граница вот здесь сейчас будет только да был действительно кпп вот у них здесь штрафстоянка такая большая я не знаю зачем эти машины здесь стоят все территория франции вот показывают что в городах 50 90 130 на автобанах и вот сейчас мы уже официально на территории франции и я думаю если бы мы выезжали если мы бы захотели поставить официальный въезд себе сделать шенген мы бы могли здесь сделать то есть типа как вот мы в андоре пробыли бы допустим 3 месяца без визы то что казахстанцам можно и потом здесь опять бы въехали ну и соответственно наверное в обе стороны это правило работает выехали с франции въехали в испании и все вот она франция пожалуйста ну мне уже андора напоминала францию здесь она прям официально франция причем там на кпп там в будках сидят люди в смартфонах пограничники что-то своими делами занимаются им вообще никакого дела нет кто куда заезжает выезжает проезжает потому что я думаю здесь казахстанцы очень редко ездят и ну по сути европейцам какая разница они в андору поехали в европу поехали в испанию поехали у них это все просто автодома стоят прям ну вот на природе как у нас это делается вообще во франции очень развит туризм вот эти каравайнеры во франции больше всего кемпингов и ну соответственно наверное больше всего автодомов и вообще да большая площадка здесь прям вот сразу на границе франции и андоры и соответственно здесь можно заночевать прям перед границей ну начинается конечно тоже красота францию я люблю вот здесь видно где выходит этот туннель ну в принципе мы за 20 наверное за 30 минут ну максимум за час с остановками пересекли перевалы и границу собственно пересекли поэтому если вы поедете через туннель вы где-то вот здесь выйдете порта называется город не пробок в принципе ничего такого не было и нормально мы проехали ну бывают конечно узенькие вот такие улочки но у них как-то здесь все рассчитано это и все быстро технично по-европейски это ребята путешествуют автостопом мы сейчас видели уже две пары такие вот они тоже веселые типа танцуют возьмите нас мы вас будем развлекать но все равно молодцы меня вот такие люди всегда восхищают которые не хотят сидеть дома на заднице хотя бы вот даже у них денег на автобус нет ну или там они как-то хотят сэкономить хотя бы путешествуют по по европе автостопом причем в испании мы таких людей не видели вот во франции более разве такое путешествие туризм первая заправка и 1.75 в андорре было 1.52 а здесь 1.75 на 15% примерно отличается стоимость ну наверное как раз вот на стоимость налога потому что в андорре этого налога нет а здесь есть друзья нам как бы сюда не надо но я вот специально заехал вам показать как они здесь сделали это площадка вот типа такого остановочного торгово-развлекательного комплекса вот здесь олень стоит на камнях макдональдс там вон кэрфур все они это так красиво украсили и сам по себе кэрфур тоже стилизован солнечные панели это все бесплатно можно остановиться здесь и поспать по всей видимости и банк здесь есть ну все ну кэрфур наверное кстати сегодня не работает потому что выходной и во франции они любят не работать по выходным но зато можно поспать и сходить в макдональдс там и в принципе туалет и все и вода и все что угодно будет да просто вот типа вы на супермаркет приехали такая красота причем причем это вообще далеко от всего и видимо они так сделали типа смотрите вот вы приехали с Испании и смотрите как здесь у нас круто а в Испании не так было видите камушки составили причем они не просто так эти камни стоят эти камни там еще и железка специальные держат о завата кстати здесь во Франции цирк дюссалей знаменитый во всем мире проходит по-моему в Париже или еще в каких-то городах самый крутой цирк в мире поля поля что-то на этих полях вспахивают что-то на этих полях растет и французы мне кажется они более такие из европейцев самые землей но землю возделывают самую активную из европейцев потому что мы ехали по Италии по Испании и по Греции там такого большого количества полей не было и я сегодня посчитал я уже проехал 15 тысяч километров за 70 дней это получается около 200 километров каждый день я проезжаю в принципе я думаю нормально ни много ни мало ни спеша вот автодома все чаще и чаще здесь будут встречаться во Франции они прям это любят дело Теслы тоже это уже все французские номера только оказались во Франции сразу здесь достопримечательности вот старый город Монт-Луи под охраной ЮНЕСКО кемпинг здесь есть и самое главное бесплатные парковки не надо мучиться искать где там свою машину припаркать можно прям здесь заночевать вот слив для автодомов и прям прям здесь и спать можно проезжаем очень красивый железнодорожный мост высокогорный и по нему ходит старый поезд такой желтенький ну это наверное больше как экскурсия просто людей возят по красивым местам здесь по красивым достопримечательностям здесь есть рядом деревеньки можно на этом поезде покататься вот он собственно этот поезд и вот так называется регион вот замок в котором мы сейчас были ну город вернее весьма так миленько здесь самобытное место а вот дорога старая по которой мы едем бесплатная Дараса ну это такой вот серпантин здесь через горы зато живописно очень очень красивый железнодорожный мост это вот продолжение того пути которая я вам уже фотографировал а и сразу стояночка есть оказались в очередном древнем городе здесь какая-то проходит выставка грибов вот здесь их вообще бесчетно множество очень много даже вот такие большие попадаются на всю тарелку а вот эти вот есть нельзя вот так они выглядят токсичные город крепость они взяли его превратили в какие-то здесь кафе бары рестораны всякие разные магазинчики что-то продают короче говоря был город крепость они теперь его сделали туристическим городом так называется этот город он находится тоже здесь в ущелье и сверху есть вот там вот еще замок есть но мы наверное туда уже не пойдем потому что мы и так сегодня много увидели здесь парковка здесь парковка здесь до 7 вечера платная потом после 7 вечера бесплатная и до 9 может стоять вот в любом месте сейчас уедут в любом месте можно встать и спать здесь прямо возле замка возле этого города крепости такой атмосферный городочек прям вот со старыми дверьми здесь задвижки вот тоже старые такие кованые и куча здесь всяких разных кафешек ресторанов если мимо едете с испании на юг франции то я думаю можно здесь сделать остановку даже заночевать можно вот так это все выглядит вот этот город соединялся туннелем с этим городом и там в скале есть лестница на ту крепость вот здесь железную дорогу они еще построили но там внутри в скале есть лестница наверх можно подняться нужно купить билеты зайти сюда и там уже потом скорее всего как-то по лестнице наверно можно подняться а здесь закрыто но все равно в любом случае пешком туда подниматься тяжело сегодня спали возле вот такого кемпинга здесь летом 14 евро стоит въезд 8 евро стоит когда-нибудь сезон зимой но мы туда не стали заезжать особо там никакого смысла заезжать не было мы припарковались вот прямо напротив здесь есть вот такая вот площадочка прям рядом здесь марина вот такая вот рыбацкая ну в принципе не совсем рыбацкая разные стоят лодки вот этот вот кемпинг прогулочные дорожки беговые дорожки и самое интересное я первый раз в жизни увидел это короче говоря автодома в очередь выстроились как всегда утром сливают сливают заправляют а вот это вот никогда не догадайтесь зачем это это мыть собак вы платите здесь деньги карточкой только можно платить и по-моему 5 евро еще брызг ко всему берете короче вот эту брызгалку сюда собаку и потом еще можно сушить феном вообще непонятно они с этими собаками здесь носятся и вообще не знаю как с кем эти собаки все обосрали все обоссали все прогулочные дороги все тротуары вон посмотрите все в какашках собачьих везде повсюду ноча особенно в какой-то небольшой если городочек зайти там все все в дерьме собачьем у них у европейцев такая сумасшедшая любовь собакам и вот ладно бы они допустим этих собак бы любили бы хорошо упирались бы за ними но они же с ними гуляют они даже без пакетиков везде пакетики висят уберите за собаками нет все обосрали собаки все обосрали обоссали вот на такой площадке мы спали спокойненько еще в тенечке там под деревом нашли в Андорре энциклопедию на испанском языке здесь я не знаю сколько домов 15 как минимум и в общем 8 пока я с собой не знаю что будем делать ну вот так вот мы в тенечке здесь стоим вот такой вот вид у нас на марину во Франции очень много вот таких вот парковочек стояночек вот здесь вот потом на том берегу вон там где контейнера стоят прямо в тенечке сколько там 6 этажей контейнеров и люди прям заезжать могут сюда прям вот подъезжать рыбачить вот женщина француженка рыбачит у них здесь вообще с этим все просто вон девчонки рыбачат и вот что я вам давно хотел показать в Испании в Испании не сильно было развито да три девочки пришли рыбу ловят а он тоже парень с девушкой рыбу ловят вот этот барьер он 2 метра всего лишь высота его никак не снять никак не объехать вот здесь камни лежат и только двухметровая по высоте машина может над ним проехать под ним ну и соответственно они все пустые эти стоянки потому что сюда никто не заезжает и здесь можно без ограничений хоть сколько стоять и бесплатно вот тоже мерседес 4 на 4 построили автодом высокий он большой и у него проходимость большая у этого автодома едем по над возле берега здесь сейчас должен быть большой пляж не знаю даже 75 градусов на великах кататься гулять классно но мне кажется купаться в море сейчас наверное будет прохладно проезжаем один из французских городов он называется вот так вот безер безер здесь можно получить информацию если отсканировать вот эту кирку и большой мост вот такой средневековый там церковь крепости и любопытно что в свое время сюда пришли крестоносцы и здесь жили католики и они сказали вы короче католики давайте выходите или и и и и и и здесь несколько тысяч католиков убили в этом городе крестоносцы не знаю зачем очень древний город он был построен еще до нашей эры по моему седьмом веке и один из самых древних городов франции этот город но мы туда не поедем не пойдем сейчас может быть мимо только проедем по тому мосту неохота терять время сейчас пойдем минимум два часа там оставим а еще здесь есть вот такие бесплатные туалеты вот написано бесплатный туалет бесплатный туалет надо нажать на кнопочку и дверь откроется а он сейчас чистится прям рядом с мостом а здесь еще можно за 7 евро покататься вот на таком вот поезде очень приличное место чисто культурно все зеркало все есть а и вот нажать на кнопку он закроется только что заехали на платную дорогу а 9 по моему она называется если я не ошибаюсь в общем здесь по 3 полосы в каждую сторону я сюда заехал только потому что мне нужно приехать вот этот город Монте-Бильер 60 километров до него осталось и в общем в этом городе они начиная от моря и туда в горы там километров наверное 30 на 30 они вот эту зону идиотскую сделали нулевых выбросов и никак ее не объехать ну то есть там надо либо через горы ехать неизвестно сколько вообще я даже не знаю сколько по горам там ездить по серпантину либо как-то на ферри на лодке но я тоже не знаю как это и в общем вроде как один выход есть это вот проехать по платной магистрали она проходит насквозь и там можно нормально проехать вот такие у них здесь такси мерседесы я конечно могу представить сколько будет стоить поездка по платной дороге еще и на таком такси на мерседесе это конечно круто ограничение по скорости 110 здесь всего лишь но дорога очень хорошая широкая и магистраль просто забита магистраль просто забита сейчас посмотрим сколько нам будет стоить вот эти 70 километров проехать и даже интересно стало вот так выглядит эта зона и по берегу не проехать и вообще никак не проехать не знаю в общем я сейчас буду выяснять вот с украинскими номерами ребята я думаю у них наклейки такой тоже нет и скорее всего они знают что надо здесь проехать ну периодически со всех стран приезжают скорее всего ни у кого наклейки этих нет поэтому они именно вот этот путь выгиб и убирают эту магистраль и по ней едут мы заехали в город вернее вот в эту зону но никаких я знаков не видел и вот здесь навигация меня хотела туда свести короче чтобы мы съехали туда в ту сторону но я съезжать не стал и поехал короче дальше может быть мне надо было съехать здесь пункты оплаты были короче говоря я поехал дальше ну знаков никаких не было и вот сейчас мы как бы в этой зоне едем да вот здесь Монтеплиер центр ну как бы у них тоже этих знаков нет но неизвестно может быть по вот этой дороге там где-то нельзя было ехать непонятно ну короче говоря по трассе знаков не было что здесь типа какая-то зона или еще что-то что здесь въезд запрещен если знаков не было значит соответственно по трассе можно ехать по Франции у них иногда вот что-то такое невероятное бывает причем эта зона некоторых почти все зоны они до 8 часов работают и после 8 вечера люди могут как бы ну проскочить город там или еще что-то а эти взяли и сделали круглосуточно причем вот в одном городе единственном европейском ну по крайней мере про который я знаю и вот эта зона ну ее как объехать сюда 30 километров туда 30 километров и по краям 30 километров по вот этим маленьким улицам это можно целый день ехать вот так мы едем зато быстро ну сейчас она закончится вот уже километров через 5 и на первом съезде я просто съеду отсюда и все что я хочу сказать что у них вот эти зоны для каждого города своя зона вот сколько будет городов сейчас во Франции или в Европе или вообще и для каждого города это своя наклейка своя регистрация своя проверка естественно моя машина может пройти проверку потому что у меня гибрид я могу в любом городе въезжать но я должен заехать зайти зарегистрироваться потом они мне по почте пришлют эту наклейку мой номер внесут в базу и вот сколько представьте людей едет со всех стран Европы там со всех скандинамских стран с центральных стран вот мы встречаем всем им надо вот этой ерундой заниматься ну иначе я по другому никак не могу назвать ну хорошо хотя бы что есть объезд что типа можно вот по платной дороге это проехать но как бы город лишился тех туристов или тех людей которые могли бы сюда заехать остановиться здесь на своих новеньких машинах и свои деньги потратить то есть мы просто проезжаем Монтеплер мы там были сарой в этом городе когда на автодоме путешествовали в принципе там ничего особенного вообще в этом побережье Франции очень мало чего интересного туда дальше к Канам там будет и красивее уже и лазурное побережье и поинтереснее там будет а здесь ну не знаю здесь наверное только вот по автобану так проезжать как раз таки и так было неинтересно они взяли еще и зону нулевых выбросов этот Монтеплер он не такой большой на самом деле город чтобы там это делать и вот они взяли это сделали теперь там вообще никого точно не будет они еще будут ужесточать это с каждым годом или с каждыми двумя годами они будут расширять эти зоны и ужесточать то есть там типа только электромобили про сильные я вообще молчу только электромобили якобы смогут ездить ну когда-то все вот оно только что закончилось на первом выезде я сейчас просто съеду отста нафиг и все весьма демократичной оказалась стоимость проезда мы проехали около семидесяти километров может быть больше чуть-чуть или меньше и заплатили всего лишь шесть евро шесть шестьдесят почти семь евро ну грубо говоря один евро за каждые десять километров в принципе для Европы ну это наверное нормально для Франции ни много ни мало мы как бы сэкономили время сэкономили топливо но в любом случае тут другого пути не было это либо по горам сейчас ездить там по долам либо еще какой-то путь искать короче говоря семь евро стоил проезд по автобану ну зато без штрафа потому что штраф за въезд в эту зону там около ста евро может быть если проезжать через монтеплиер через эту зону нулевых выбросов в большей степени в этой части Франции вот такое вот побережье здесь они соль добывают еще какой-то ерундой занимаются очень редко можно встретить пляжи или какие-то там скалы какие-то такие серпантины красивые места очень редко это больше исключение чем правило поэтому мы сейчас здесь уже закругляемся и едем буквально вот в соседнем или через несколько городов будет уже нормальный серпантин начнется возле дороги и там будет красота а здесь вот такая вот башня короче говоря удивление вход в эту башню бесплатный какая-то страшовая башня была потому что это вот бойница для лучей ну видно что из солончака такого сделано осыпается она здесь закрыто решетками и такая была одна комната здесь интересная конечно в те века они вот эти во-первых винтовые лестницы сделали специально чтобы тот человек который нападал он не мог здесь махать мечом и соответственно было сложнее пробираться сюда ну и плюс ко всему еще она меньше места занимала огнетушитель стоит одна из самых высоких точек чем-то мне напоминает флориду там тоже такие же ландшафты ничего рядом нет вот вид сверху мы поедем в сторону моря и на восток туда там будут более интересные места красивые живописные здесь здесь как бы тоже вот даже фламинго есть всякие цапли утки но мне такие ландшафты не нравятся вот фламинго мы в Турции видели фламинго теперь здесь удивительное изобретение здесь во Франции холодильник стоит прям посреди улицы возле кольца и вы вон там платите а здесь берете причем вы можете оплатить а взять вы только как бы одно только можете а на ну наложено там много ну хотя сколько заплатите столько и возьмете но все равно все на доверии написано что все 100% локальное продукты здесь зарядка еще автомобильная ресторан и вот кольцо прямо возле дороги друзья мы приехали смотреть здесь достопримечательность мост раздвижной деревянный римский старый там напротив люди уже встали типа кемпинга бесплатного а здесь на этом берегу просто немерено ежевики она уже поспела черная прям эти кусты ломятся от нее там еще машина проезжает вон там кемпинг а здесь просто бесконечное количество этой ягоды я думаю вот так пройтись можно ведро целое собрать она очень полезная это дикая ягода это не то что ежевую малину нам продают а именно ежевика дико очень много гроздь вот так висят я не знаю сколько здесь килограмм очень много в город орли здесь провел свой самый лучший год самый плодотворный ван гог и здесь вот есть римские римляне в общем его завоевали во втором веке и здесь очень много наследия осталось это анфитеатр и вон там Колизей есть а зачем ему анфитеатр и Колизей нет это просто театр представления а там для всяких кориды например и так далее а здесь представления он тоже очень древний этот город и в общем много кто здесь жил у них еще сегодня вот в этом Колизее проходит какая-то выставка то ли Родео будет выступать будут на этих на лошадях а вот на этом Колизее собственно вот Фламенко будет проходить 14 числа и 10 было 18 будет Тора ковбой будут вот так он выглядит очень хорошо сохранился с 3 века гладиаторские бои здесь были организованы римляниями гладиаторские бои были организованы до нашей эры организовывались гладиаторские бои в риме и здесь проходили церемонии похоронные важные а когда в риме важные когда важные похороны происходили случайно здесь были первые игры деревянные сетушки очень очень быстро набирала популярность битвы гладиаторов которые привели к построению нескольких амфитеатров восточной части империи вот византии то что называют то есть сначала колизей построили потом уже оно распространилось дальше и самый известный крупный колизей построенный между 72-ым и 80-ым годом до нашей эры это был в Риме